Как оспорить кадастровую стоимость земельного участка? Узнать рыночную стоимость какого-либо объекта сейчас стало довольно популярной услугой. Впрочем, это связано с исками по оспариванию кадастровой стоимости, которые помогают людям получить огромную выгоду в некоторых индивидуальных случаях. Основания для понижения кадастровой стоимости. По российским законам, любая собственность нуждается в постановке на учет в специальной организации. Введено это с целью обезопасить интересы как владельца, так и любых третьих сторон, которые могут возникнуть с течением жизни. Важную роль во всей этой эпопее играет кадастровая стоимость, реальная цена собственности, за которую ее можно продать на рынке. Обычно эту величину высчитывают специализированные юристы из различных компаний, к помощи которых прибегает орган власти, если возникает необходимость. Два основания, по которым проходит обжалование. Рыночная цена была поставлена в период с определением всех остальных кадастровых величин. Информация, которую специалисты брали в момент расчета полностью или частично является неправильной, недостоверной. Член специальной комиссии ведет перерасчет. Обычно иски по двум причинам, изложенным выше, удовлетворяют в пользу заявителя, поэтому. Когда человек находит в документах неточности, он начинает искать способы оспорить написанное юристами. Даже в государственных компаниях бывают ошибки, ведь все решает человеческий фактор, и даже самый лучший профессионал не застрахован от оплошностей. Как можно поменять заключение экспертов? Проанализировав всю доступную информацию, можно прийти к заключению, что итоговая кадастровая стоимость имущества оспаривается. Кроме того, дело может хорошо повлиять на кошелек истца, ведь во многих случаях суммы, которые удается выиграть, более чем значительные. Подать заявление о пересмотре могут органы местного самоуправления или власти, когда подразумевают государственные владения. Физические лица, если результат проверки и суммы в заключении нарушают, влияют на права или обязанности лица. Стандарт. Юридические лица, если результат проверки и суммы в заключении нарушают, влияют на права или обязанности лица. Очень важно устанавливать реальную стоимость имущества. Существует два способа изменения кадастровой стоимости. Можно обратиться прямиком в суд и провести все полагающиеся процедуры против государства, или обратиться в специальную комиссию, которая создана при Росреестре. Предпочтительнее второй вариант, поскольку он быстрее и менее затрачен, чем первый самостоятельный, все процедуры пройдут без огромного ущерба для кошелька. Обратите внимание, по закону нет других способов для подачи иска и обжалования. Поэтому ответ на вопрос, как оспорить кадастровую стоимость земельного участка, довольно прост, следует обратиться в суд или специальную комиссию. Как правильно оспорить вывод? В государстве России на 2018 год существует лишь один самый простой механизм оспаривания. Заключается он в обращении к специальной комиссии. О протестовании происходит в несколько этапов. Оформление специальной справки о результатах оценки определенного имущества в представительстве Росреестра на территории. Обычно она является бесплатной. Вторым шагом является обращение в специальную кадастровую палату, где человеку оформят кадастровый паспорт. Все копии бумаг необходимо заверить у нотариуса для полной уверенности в правоте. Предпоследним шагом является обращение к специальному оценщику, который должен подтвердить, что отчет и каждое его слово соответствует всем нормам и законам в целом. Последним действием станет составление специального иска о пересмотре кадастровой стоимости земельного участка. Определение кадастровой стоимости. На заметку. Иск будут рассматривать в течение рабочего месяца. А уже после первой недели придет оповещение о точных сроках рассмотрения жалобы. При обращении в областной суд нужно точно следовать списку необходимых документов. Справка о кадастровой стоимости земли с отображением. Результаты жалобы кадастр. Способ оценки. Документы, подтверждающие право на землю. Бумаги, в которых содержится ошибочная информация. И которые оценщики использовали в ходе проверки. Отчет о кадастровой себестоимости только если иск пишется во время определения. Цены. Все документы, которые истец считает нужным. Важно, эти же бумаги нужны и при обращении в комиссию. При подаче иска также нужно приложить. Специальную бумагу, которая будет подписана всеми сторонами, и подтверждающая то, что копия. Иска была вручена всем участникам конфликта. Если интересы владельца предоставляет юрист, нужно предоставить специальную договоренность. Документ об оплате госпошлины. Все бумаги, которые свидетельствуют о попытках досудебного решения конфликта. Обращение к профессионалу сократит все мучения во много раз. Если оспаривать по такой инструкции и предоставлять все нужные бумаги. Решение вопроса и затея обжаловать станет делом ближайшего времени. А скорость в конфликтах – это один из главных факторов. Важно решать вопрос без эмоций и консультироваться с профессиональным юристом. Общаться с представителями конфликтующей стороны четко и строго по делу. Тогда шанс решения вопроса в пользу человека, а не государства, возрастет в разы. Насколько можно оспорить вывод оценщика? Вопрос, который волнует каждого прочитавшего материал, есть ли предел, в котором кадастровая стоимость может быть оспорена. Ни один федеральный закон не оговаривает, насколько сильно можно повысить или снизить цену после утверждения иска в суде. Даже маленькая переплата по налогу может вылиться в серьезные убытки. Следовательно, верхней и нижней планки нет. Если человек нашел серьезные ошибки в документе, и это повлекло за собой порядок потери каких-либо денежных средств из кармана истца, то при выигрыше дела ему ее возместит ошибившийся орган. Нужна только оценка. Соответственно, дело такого характера носит огромную популярность, ведь даже малейшая ошибка может стать поводом для получения солидной денежной суммы. Судебная практика. В подавляющем количестве случаев все споры по кадастровой стоимости заверяют по типу земельных уделов. Проблема и ошибка оценщиков происходят еще на этапе расчета, и именно этот момент проверяет судебный порядок по заявлению. Обратите внимание. Очень часто заявитель просит написать показатель рынка, который есть на момент переоценки, попросту поставить его задним числом. Важно помнить, что в момент обжалования рассматривают только рыночную стоимость на дело, а все нарушения караются законом. В будущей практике это будет основанием для всех людей, которые захотят сделать перерасчет и отсудить полагающиеся себе деньги у ГГН. Продолжение следует.